Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите аналитическую программу. Время говорить итоги недели. Сегодня речь пойдет о самых разных вещах. От поддержки Крыма до очистки Рязанских озер и строительства нового микрорайона в Песочне. Другими словами, мы, как обычно, постараемся дать панораму самых заметных рязанских событий рабочей пятидневки. Главные темы в кратком изложении сегодня выглядят следующим образом. Крым возвращается. Рязанцы приветствуют результаты референдума на полуострове и отправляют крымчанам материальную помощь. Будем строить. Депутаты Гордумы обсудили планы застройки микрорайона в Дашково-Песочне. Народ за пруды. Горожане готовы вместе с властями заняться обладораживанием рязанских прудов. Кто кого в Рязани легковушка ударила маршрутный автобус? Почему происходят такие происшествия? Главная тема недели это все-таки Украина, Крым, Севастополь. Событий было много, но основное это, конечно, крымский референдум, который завершился воссоединением полуострова с Россией. Даже западные наблюдатели признают воле изъявления прошло в соответствии с международными нормами. Возвращение в состав России это искреннее желание крымчан. На этой неделе мы узнавали на улицах Рязани мнение горожан по поводу итогов референдума. Все в ходе опроса высказались однозначно. Вот некоторые наиболее характерные ответы. У вас вчера проголосовали большинство жителей Крыма за присоединение к России. Как вы считаете, это хороший момент? Я считаю, что очень хороший момент. Я поддерживаю их. Почему? Ну, потому что считаю, что жители Крыма имеют право на самоопределение. Ну, я думаю, что да. Потому что что сейчас творится на Украине? Ничего хорошего. Думаешь, браво. Хорошо, что люди ли так проголосовали? Я думаю, да. Почему? Потому что Крым издали в Крымский город. Его завоевали наши предки кровью. И я думаю, что была ошибка от Гавриева в Украине. Есть у меня родственники, знакомые. Все считают российской как-то к России ближе, чем к Украине. И вообще мы привыкли с Крымом быть вместе. Теперь главным образом говорят о вопросах экономической поддержки Крыма. Во сколько это обойдется российскому бюджету и как быстрее вывести новый регион в успешное и процветающее. Реалисты утверждают, потребуется вложение грамотно-экономической политики. Тогда Крым действительно станет цветущим краем во всех смыслах слова. Оптимисты вообще сравнивают будущее полуострова с богатым бананово-лимонным Сингапуром. Вот небольшая справка по этому экзотическому заморскому экономическому чуду. Сингапур в переводе город-льва. Небольшое государство или большой город, можно назвать и так, и так, расположен на островах Юго-Восточной Азии. В 60-е годы местное правительство вознамерилось применить к развитию Сингапура самые передовые достижения экономики. Это раз. И загнать за местный мажай коррупцию. Это два. Инвесторов на острова тянули всеми силами, помогали начать и развернуть производство. Это сыграло свою роль, и Сингапур стал крупнейшим центром производства высокотехнологичной продукции. Что касается коррупции, то есть с ней боролись жестко, но научно. Не отрубая рук взяточникам и маздоимцам, как было когда-то принято. Но тоже сурово. Судьям платили по миллиону долларов в год, и законникам стало что терять. Госслужащие также поимели завидные получки. Те, кто все же брал, садились за решетку уверенно и быстро, без всяких затягиваний. Многие взяточники покончили с собой, другие бежали из страны. Организованные преступные группировки местные силовики просто разнесли в пух и прах. Сейчас у Сингапура рейтинг наименее коррумпированной страны мира. Из Рязани в Крым отправился конвой с грузом гуманитарной помощи. В трех грузовиках находятся продукты питания, медикаменты, медицинское оборудование для больниц и поликлиник. А по железной дороге вскоре отправится несколько цистерн с дизельным топливом для крымских фермеров перед началом весенних посевных работ. Губернатор Олег Ковалев поблагодарил рязанские предприятия, которые откликнулись на просьбу снарядить гуманитарный конвой. Сегодня мы с вами отправляем конвой с гуманитарной помощью для наших друзей, для наших сограждан, крымчан. Крым сейчас переживает трудное время, приняты серьезные решения. Это теперь наша единая страна, это наша земля, российская земля. Она и была такой всю жизнь, и мы ее такой считали всегда. Но сегодня они переживают трудное время, потому что надо перейти к новой жизни, надо изменить пенсионную систему, надо поменять систему социальной защиты. Многое чего предстоит крымчанам изменить. Кстати, по словам губернатора Олега Ковалева, в регионе продолжается сбор денежных средств для крымчан. Сейчас скопилось уже более 2,5 миллионов рублей. Также глава региона сообщил, что уже сейчас идет работа по согласованию с правительством Крыма возможности отдыха рязанских детей из малообеспеченных семей в санаториях Черноморского полуострова. Я уже сейчас дал поручение, чтобы начали работать с крымчанами на предмет того, чтобы детей, которых мы ежегодно отправляем в пионерские лагеря, детей из малообеспеченных семей, детей по определенным показаниям социальных, мы отправляем их на Черноморское побережье Краснодарского края. Возможно, мы их отправим в Крым. Возможно, это будет даже дешевле, значит, и может быть, мы чуть больше ребят туда отправим. То есть мы сейчас уже над этим работаем. Что же касается борьбы с коррупцией, то у нас в России пока дела обстоят не так, как в экзотическом Сингапуре. Берут так, что народ зубами скрипит, а власть руками разводит. Один из последних примеров – дневарская история с задержанием заместителя руководителя областного управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова. Теперь он, конечно, экс-чиновник, зато действующий сиделец. На этой неделе стало известно, что срок содержания Новикова под стражей продлен. Советским районным судом города Рязани рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя начальника УФНС России по Рязанской области Алексея Новикова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных в части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемый срок содержания под стражей на один месяц до 23 апреля 2014 года. От информации про взятки к известиям победным на этой неделе продолжились чествования российских олимпийцев. И как тут их не чествовать? Зимние игры выиграли. А чего стоит победный блистательный для российской сборной финиш Сочинской паралимпиады? Результаты наших атлетов превзошли все ожидания. 80 медалей в общем зачете. Столько не собирала еще ни одна команда планеты. Никогда. На этой неделе своими впечатлениями с нами и нашими зрителями поделилась Марина Кащеева, возглавляющая Рязанское отделение Паралимпийского комитета России. С 7 марта пошли первые наши медали. Первая прям Света, первый заезд. Светлана наша Коновалова и первое ее серебро. Просто ликование было на трибунах. Лично у меня гордость за то, что Рязанское впервые на Паралимпийских играх, еще впервые уже была первая медаль, ее завоевано. Счастье неописуемое. Я думаю, что именно такой грандиозный успех не только всей сборной, но именно участие рязанских спортсменов на Паралимпийских играх послужит еще дальнейшему всплеску, еще большему всплеску привлечения именно занятий людей с ограниченными возможностями. К другим темам недели. В этот четверг прошло заседание Рязанской городской думы. Самое заметное известие – за Ледовым дворцом может появиться новый жилой микрорайон. Пустырь предполагается застроить, озеленить и благоустроить. Предусмотрено возведение школ, детсада, парковок, в том числе и подземных. Городские власти обещают также новые парки и скверы. Предусмотрена комплексная застройка, предполагающая достижение нормативных показателей при строительстве микрорайона по всем разделам инфраструктуры. То есть как инфраструктуры транспорта, социальные, инфраструктуры озеленения и объектов обслуживания. Безусловно, это вопрос социальной инфраструктуры, это вопрос экономической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, где эти все фрагментарные, скажем так, явления, они решаются системно, они решаются в комплексе. Я думаю, что рязанцы также поддержат этот подход, поскольку система, она всегда, когда системность в вопросах, она всегда лучше, нежели ее отсутствие. У экологов есть свои вопросы к новому проекту. В частности, эксперты говорят о том, что плотная застройка станет своего рода заслоном для воздушных масс, проветривающих песочню. Но все аргументы будут высказаны и выслушаны, как положено, на публичных слушаниях. Между тем, рязанский народ не ждет погоды у чиновного моря. Тому пример ситуация с песочинскими прудами. Как известно, в сентябре минувшего года любимые прудики жителей Дашковой песочни окрасились в цвета погибели. В них было сброшено неустановленное красящее вещество, из-за чего нарушилось качество воды. Это официальная информация той поры. Проще говоря, вода дурно запахла, жутковато окрасилась, а рыба не замедлила печально всплыть брюхом кверху. О том, найдены злоумышленники или нет, информации отсутствует. Хотя доподлинно известно, что обращение в правоохранительные структуры было. Власти Рязани запустили в пруды забавные с виду, но эффективные плавучие экскаваторы. И пруды вроде бы стали оживать. К нам в редакцию обратились жители Дашкова песочни, хочет местный народ активизировать весеннюю энергию муниципалитета в отношении прудов. А люди готовы выходить на общественные работы, что называется, за милую душу. В нашу редакцию обратились жители Шереметьево песочни. Причиной обращения стал Шереметьевский пруд, который последние лет, наверное, 20 никто не приводил в порядок. А ведь эта природная жемчужина является поистине уникальной в своем роде. Здесь два вида уток. Цапли водятся, андатры, щуки, рыба. Вон рыбак сидит. И зимой, и летом здесь рыбаки ловят рыбу. В прошлом году администрации города была предпринята попытка привести берег пруда в должный вид. Но эффективность приложенных усилий, по мнению местных жителей, к сожалению, недостаточно. В нас, в частности, что сделали? Покосили траву того берега, с этого берега и убрали легкий мусор. На лодках проплыли, собрали бутылки, и на этом вся работа закончилась. Тяжелый мусор, типа вот машина там утоплена у нас, потом доски, всякие платформы там, от холодильников какие-то останки. Ничего этого не вывозилось и не убиралось. С другой стороны прода образовалась другая проблема, причем не шуточная. Практически на берегу стоят многоэтажки, а сами берега не закреплены. Каждую весну жители домов наблюдают из своих окон, как прибрежная грязь постепенно сползает в воду. И этот вопрос полтора года назад пытались решить городские власти. Работу выполнили в сроке, но и здесь вопросы остались. Это было хорошее начинание, но сделали не очень хорошо, потому что через год эта береговая линия, которую сделали, она снова стала обрушаться. И всего-то жители района мечтают о красивом виде из окна, чтобы было где самим погулять и ребятне побегать. И ведь никто не открещивается от ответственности. Люди готовы помогать, высаживать кустарники, устраивать субботники. Но добиться по-настоящему серьезного результата можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. К ним и обращаются жители с предложением о совместной работе. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Коротко о темах второй части нашего проекта. Сноси лишнее. Есенинские места должны быть исторически и архитектурно выдержаны, заявляют губернские власти. Забытые сражения. В Рязани работает выставка исторической миниатюры. Неделя полицейских. В программе дайджест криминальных историй недели. Продолжаем программу. Туристический девиз недели. Рязань-матушка должна быть красавицей и привлекать взоры внимания туристов. На днях на совещании в региональном правительстве губернатор Олег Ковалев сообщил о создании в Рязани информационно-аналитического центра культуры и туризма. Задачей структуры – создание информационного комфорта для туристов и экскурсантов, продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках. Также глава региона сказал, что в этом году начнется строительство объектов инженерной инфраструктуры во въездной зоне музея-заповедника Есенина. Насчет Есенинского заповедника разговор у власти особый. Как известно, его охранные зоны едва не стали жертвой строительных корпораций, однако все обошлось. Помогло вмешательство общественности и скорая реакция регионального начальства. Полетели министерские головы. История эта известна и распространяться дальше вряд ли стоит. О развитии Государственного музея-заповедника и охранных зонах в Есенинских местах вновь говорили в этот четверг на расширенном заседании рабочей группы под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова. Напомним, в состав группы вошли ученые, экологи, активисты, общественники, архитекторы, юристы. Понятно, что при таком благородном собрании было бы грешно не составить подробные всесторонние планы охраны границ, а также необходимой инфраструктуры заповедника. Этим и занимаются. Например, было предложено внести в охранную зону, кроме Есенинского и Константинова, ближние села Кузьминская, Федякина, Почпова и Дивова. Нужно поручить Министерству культуры подготовить в ближайшее время дорожную карту, ну и соответствующую документацию, и все это обсудить на заседании нашей рабочей группы, чтобы у коллег не возникало никаких здесь сомнений, никаких вопросов. Сергей Филимонов первым делом сообщил, что установлен жесткий контроль за объектами культурного наследия. И даже есть судебное решение о сносе второго этажа одного из вновь построенных в Константинове домов. Не вписывается это дело в исторический контекст. Ну, добавим, если снесут, то это будет неплохой прецедент, который заставит застройщиков хотя бы как-то законно соблюдать. Пока же и судебные решения, и обещания приставов не мешают, например, выситься в центре Рязани уродливому самострою. Но это уже другая история. Еще о начальственных распоряжениях и заявлениях. Во вторник на заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев напомнил, что в начале месяца в Песочне был заложен первый камень в основании будущего нового здания военного госпиталя. Теперь бы и работы надо активизировать, заявил губернатор. На сегодняшний день стало известно о том, что новый военный госпиталь, строительство которого планируется завершить через два года, будет обслуживать и гражданское население. Об этом официально сообщил губернатор области Олег Ковалев. Есть договоренность с Министерством обороны, что после завершения строительства они получат лицензию на оказание медицинских услуг по линии ФОМС. И это даст возможность нашим гражданам, проживающим в тех же Дашках, обращаться, выбирать для себя учреждения, куда они могут обращаться, в том числе и поликлинику у военного госпиталя. Значит, госпиталь будет действительно оснащен по самому высокому слову техники. Высококлассное оборудование, удобное расположение – все это делает сдачу в эксплуатацию нового госпиталя наиболее долгожданной. Подробностей условий приема гражданского населения пока нет. Но шаг навстречу штатским жителям региона сделан. А это уже огромное достижение. На днях в Рязани открылся очередной проект исторических моделистов. Всероссийская выставка стендового моделизма «Забытые сражения» стала предметом пристального изучения Глеба Галушкина. С каждым годом выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» становится все масштабнее. И причем не только географии участников, приехавших на этот раз из трех десятков российских городов, но и числом представленных ими работ. По словам организаторов, экспозиции моделей бронетехники, самолетов, кораблей и всеми любимых солдатиков уже насчитывает около тысячи экземпляров. Моделисты соревнуются между собой в трех возрастных категориях – детской, юношеской и взрослой. Категории, во-первых, это бронетехника. Опять же, бронетехника разделяется у нас до 1945 года, после 1945 года. Еще одно разделение – это по масштабам. Нынешняя выставка, по словам ее организаторов, приурочена к столетию Первой мировой войны и к 110-летию войны русско-японской. Однако на ней представлены работы не только исторические, но и в стиле очень популярного сейчас фэнтези. Кстати, на экспозиции некоторые модели, например, кораблей, оборудованы мотором и способны поучаствовать в соревнованиях по радиоуправляемому судомоделизму. Занятие же стендовым моделизмом, по словам участников выставки, довольно быстро из хобби превращается чуть ли не в дело всей жизни. Ведь, чтобы приготовить полноценную модель, необходимо не только хорошо разбираться в истории, но и иметь способности художника. Время уходит все, потому как это работа. Больше, конечно, времени уходит на поиск информации. Сейчас, сетуют рязанские моделисты со стажем, стендовый моделизм в областном центре развивается менее активно, чем в советское время. Пару лет назад активисты создали клуб «Долг». Пока в нем состоит около двух десятков человек, но периодически они проводят уроки моделизма в школах, чтобы привлечь ребят к занятиям. Это не просто какое-то хобби. Это очень большой воспитательный процесс. Это и техническое творчество, это и инженерное творчество какое-то. Собирая модель, ребенок проходит путь как бы и инженера, который читает чертежи, и рабочего, который непосредственно собирает эту модель. Это и история он зацепляет. То есть здесь и трудовой аспект, и военно-патриотический, исторический аспект. И недаром вот люди, которые занимаются моделизмом, они как бы многогранны, они развиты в очень многих областях. Добавим, что выставка исторических миниатюр «Забытые сражения» продлится в зале торгового центра «Десяточка» до 12 апреля. На этой неделе рязанские полицейские провели рейд по нелегальным извозчикам. Например, двое теневых перевозчиков попались в железнодорожном округе Рязани. А как же? И налоги надо платить, и машину в техническом порядке надо содержать, и медкомиссию надо проходить. Нелегалов шерстят регулярно. Полицейские говорят, что только в марте проведено уже четыре тематических рейда. Автоавария недели в Рязани стала неласковая встреча легкового «Тагаза» и пассажирского «Форда». Дюжина пассажиров маршрутки пережила тогда не самые веселые моменты жизни. В предвкушении по весеннему сухого асфальта водители зачастую ослабляют бдительность. По всей видимости, именно по этой причине в Канищево произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля «Тагаз». Четыре женщины получили травмы и ушибы. Это, видимо, минимальные потери. А все из-за того, что водитель легковушки не заметил колодца. Машина вынесла навстречу, где и произошло столкновение с маршрутным такси. Попал колодец задним колесом влево, а машина сразу развернула. Ее сразу потащил боком навстречу на маршрутное такси. Удар и все. Уважаемые водители, ночная температура воздуха остается отрицательной, а дневная часто превышает нулевую отметку в положительную сторону. Также выпадение осадков в виде дождя или снега способствует образованию наледи на проезжей части. Поэтому выбирать скоростной режим необходимо, соответственно, состоянию дорожного покрытия. Соблюдать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Быть внимательным вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. И завершает программу дайджест криминальных событий, объединенных в проекте Глеба Галушкина «Неделя полицейских». На этой неделе дорожные полицейские отметились несколькими социально важными рейдами. Дело в том, что от водителей в последнее время и в ГИБДД, и в прессу поступает много нареканий на своих, так сказать, дорожных оппонентов. Пешеходы считают, что у них есть все права пересекать трассу, где заблагорассудятся. Возможно, пеший народ еще не привык к тому, что в Рязани сократили количество официально установленных переходов, а потому запросто идут люди там, где не так уж и давно существовала зебра. Уважаемый, вы чего же дорогу в неположенном месте переходите? Ой, извините, пожалуйста. А за что извините? Вы свою жизнь опасностью подвергаете. Вы зачем переходите? Виновата. Не подумала, но задумалась, задумалась. А если б машинка летела? Ну что ж ты сделаешь, ладно? А человек из вас сидит в тюрьме? Ну я понимаю, больше извините. Больше так не делайте? Хорошо. Вы в курсе, что нарушили правила дорожного движения? Извините. У меня ж тюрьмок. Я вообще не знаю, не узнаю площадь линии. Покажите, пожалуйста. Я вообще не видела. Вот стою, я вообще не вижу. Еще дорожные инспекторы на этой неделе провели рейд по тонировке. Дело привычное, однако вопросы темных автостекол все чаще становятся предметом дорожных скандалов. Горячие парни за рулем даже лупят битыми собственные лобовые стекла, но не снимают тонировку. Привыкли, что инспекторы заняты более серьезными правонарушениями и на тонировку внимания не обращают. Хочется напомнить всем водителям, что светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Наличие любого покрытия, любой пленки, даже самое светлое, выводит стекло из требований нормативного документа. Также хочется напомнить, что наличие всевозможных шторов, сеточек, если водитель думает, что он хитрее нас, остановился и снимает быстросъемную тонировку, а инспектор зафиксировал наличие такой тонировки, вот, также является нарушением. На неделе рязанские наркополицейские совместно с волонтерами провели акцию по стиранию с лица домов надписей, повествующих о том, где можно разжиться курительными смесями и прочей вредоносной дрянью. По сути, такие надписи с указанным телефоном – это фактически рекламные объявления о продаже синтетических наркотиков. Как говорят сотрудники УФСКН, курительные смеси намного дешевле марихуаны, и потому пользуются популярностью студентов или даже старших школьников. Не секрет, что чаще всего целевой аудиторией становится для распространения таких веществ именно молодежь. Если проанализировать ситуацию с нанесением таких предложений, то они чаще всего размещаются недалеко от высших учебных заведений, и мест компактного проведения досуга молодежи. Ну, как мы сегодня и видим все. Естественно, что в нашем городе существуют здоровые силы среди молодежных общественных организаций, готовых заниматься на добровольческой основе такой работы. И сегодня, как я сказал, мы проводим очередную акцию под названием «Чистые стены». Начиная с прошлого года, работа профильных ведомств по этому направлению усилилась. Если еще пару лет назад нелегалов больше штрафовали, чем депортировали, то отныне любого гастарбайтера без необходимых документов ждет одно – выдворение из России. Сегодня происходит плановое административное выдворение иностранных граждан и лиц безграждан за пределы Российской Федерации, которые нарушили режим пребывания в стране. Что они нарушили? Они нарушили порядок пребывания в Российской Федерации. Ну, какие законы, чего у них не платило, не доставало? По-разному. Значит, по-разному. Люди не платят патент. Люди приезжают в Россию с тем, чтобы заработать денег, не платя в казну государства налоговое отчисление. Напомним, что с 1 января 2014 года вступили в силу новые правила пребывания и трудоустройства мигрантов. Документ о временной регистрации будет выдаваться только в том случае, если трудовой мигрант предоставит ФМС договор о своем трудоустройстве. При этом вакансия может быть предоставлена иностранцу только в том случае, если она не занимается российским гражданином в течение двух месяцев. На сегодня все. Хороших вам выходных, доброй погоды. Тем более, что синоптики обещают нам хороший плюс. Увидимся вновь, как всегда, в эфире телекомпании «Город». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА